С 1 марта 2021 года все контейнерные площадки обязаны соответствовать единым требованиям. С трех сторон они должны быть огорожены забором, иметь подъездной путь и твердое покрытие с уклоном для отведения талых вод. Вывозить мусор специалисты теперь обязаны не реже 24 часов в летний период и 72 часов в зимний. На деле последнее правило выполнить удается не всегда. В чем причина, выяснял Григорий Ворванин. Обычный Люберецкий двор – обычная контейнерная площадка. Она оборудована с учетом новых требований и огорожена, и имеет подъездной путь. На асфальте даже нанесена разметка, напоминающая, что оставлять автомобили здесь нельзя. К слову, такие правильные контейнерные площадки есть во всех дворах городского округа. Вот только подъехать к ним мусоровоз может не всегда. Сантиметр за сантиметром и только с подсказками помощников. Евгений Волков на мусоровозе в буквальном смысле протискивается к контейнерной площадке. Говорит, маневрировать во дворе и на легковом автомобиле порой непросто. А тут мусоровоз. Иногда у контейнерных площадок ждет неприятный сюрприз – припаркованная возле баков машина. Тяжело, когда запаркован. Но сейчас все цветочки. То есть таких много бывает машин, да? Так, постоянно. В этом случае добраться до мусорных баков получилось. В ситуации, когда подъехать невозможно, водитель мусоровоза или его помощник фотографируют автомобиль-нарушитель, а снимок отправляют диспетчеру. Далее информация передается в АТИ, в административно-техническую инспекцию, где они уже накладывают штраф на нарушителя. Согласно статье 6.14 Кодекса об административных правонарушениях, штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, сумма штрафа увеличивается в разы. За минувшую неделю в городском округе было вынесено 37 административных постановлений на сумму 111 тысяч рублей. Выявить нарушителей помогают народные инспекторы. То предложение, которое есть в Доброделе, можно зарегистрироваться, и обычный гражданин может прислать нам материалы, что машина в данный момент, очевидец видит, что она мешает вывозу такого, и прислать нам данные материалы. По этим материалам, только по ним, мы вынесем постановление о привлечении к административной ответственности владельца автомобиля. Самое главное, чтобы на фотографии были одновременно видны и автомобиль-нарушитель, и мусоровоз. Тогда от наказания точно не уйти. И, как заметили сотрудники Госадомтехнадзора, с каждым днём нарушителей становится меньше. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.